Приветствуем, друзья, на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы. Можно ли православным праздновать Масленицу? Смотря что вы вкладываете в это название. В Масленице именуется Сырная неделя, седмица, которая начинается воскресным днем, неделей о страшном суде. И является она сплошной, то есть нет постных дней, при том, что в это воскресенье бывают заговенья на мясные продукты. И начиная с понедельника этой сырной седмицы не вкушается мясное. То есть монашествующие сравниваются с мирянами по всем аскетическим порядкам жизни. Действительно по всем, поскольку и таинство венчания уже не совершается на Масленицу. И все становятся одинаковыми по своему призванию к жизни целомудренной, к жизни воздержанной. Но еще время все-таки приготовительное к посту. Среда пятница отменяются как постные дни. Хотя в эти дни уже не совершается божественная литургия. Еще не служится прежде освященная служба святых даров, но уже и литургия Иоанна Златоуста, привычная для нас в течение годового круга, на всякий будний день, также не совершается. Мало того, во вторник вечером и в среду утром и в четверг вечером и в пятницу утром полагается богослужение с коленопреклоненными молитвами преподобного Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего. Так что признаки приближающегося поста великого уже очевидны. Вот как мы празднуем Масленицу. Она, как видите, состоит из достаточно изобильной трапезы. Нет ограничения в молочных, рыбных блюдах. И это содействует, конечно же, каким-то радостным встречам, в том числе и за столом с друзьями по завершении богослужений православных. Но при этом всяко заставляет уже быть разборчивыми и в стиле, и в содержании этих самых встреч. То, что касается языческих атовизмов в весеннем празднике, начинающейся весны, то, конечно же, они не имеют никакого отношения к церковной традиции. И у нас никакого энтузиазма зажигать какое-нибудь чучело зимы не возникает. И если где-то в народе еще остаются эти прорывы подземной лавы, язычества, остающиеся в нашем христианском Отечестве, то так мы их и ценим, как никчемные, пустые, вредные. Потому будем праздновать в обновлении жизни эту самую сырную седмицу или масленицу. Будем праздновать ее, приуготавливаясь к серьезному, строгому поприщу Великопостному, особенно к первой седмице, самой строгой в Великом посту. Кстати, ее строгость совсем не случайная. Эта строгость первых дней помогает как бы оторваться от привычной нам земли изобилия. И несколько потрудившись по силам, а может быть даже и чуть более сил своих в первые дни поста, потом, начиная уже с субботнего, воскресного дня, когда постная пища позволяется в достаточном изобилии разнообразии, вы таким образом придете к постническому труду с большой радостью и легкостью, преодолев по возможности максимально строго те первые дни поста, в которые по вечерам вычитываются на четыре четверти. В четыре первых дня великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Это как камертон покаянный для всякой души христианской. И вот, молясь усердно там, приобщаясь святых христовых тайн на первых божественных литургиях в среду и в пятницу, мы таким образом и замечательно входим в поприще Великого поста. Ну а прежде этой первой седмицы бывает сырная, и ее празднование состоит по преимуществу в этой разумной и умеренной подготовке к началу поста Великого. Продолжение следует...